То есть можно вопросы задать некоторые? Ну что ж, задавайте. У нас правило такое, мы все записываем, выставляем в интернет. Вы не против? Нет, не против, я знаю. Хорошо, я слушаю, говорите. Мы с сестрой Еленой Грабичну переписывались, и она мне посоветовала взять молчание на год и поклоны делать. Я сначала вроде как отказалась, там написала, и что такие у меня состояния радостные были, души я предпустилась накануне. И я писала там много разных впечатлений в группе, в чате. Она мне посоветовала взять такое правило. Я пока отказалась сначала, теперь подумала и думаю, что, наверное, буду исполнять. Начала потихоньку исполнять. Можно так, да? А что означает мало? Я тут, может, пропустил. Коземные поклоны, или что? Ну да. Ну, на них указано, когда... Вот три поклона, это всегда достойно, когда считается. Придите, поклонимся. Ну, раз поклонимся, мы и кланимся. Да, я это все исполняю, с вами на молитвах. Просто она мне посоветовала отдельно, сильно много делать и поклону, говорит. Ну, как уж, возможностей есть много. Много, да, делает. А кто одинаково? Полезно. Ну, какая возможность есть? Какой... Бывает человек больной или что-то. Мы так не можем для всех одинаково говорить. Ну, вот я решила с вами поговорить, задать вам вопрос, почему она мне так написала. А я ей сказала, сестра, может, это вам полезно такое. А кто написал? Ну, она может обиделась потом. Кто написал-то? Кирилла Гладучев. Кирилла Гладучев. Понял, понял. Ну, она говорит по делу. Сколько можете, но из себя... Я не знаю, какая ваша обстановка дома, какая возможность. Может быть, у вас операция была, нельзя делать. Так нельзя подходить. Надо с рассмотрением. Ну, я, бывает, возьмусь за сильно великий подвиг, а потом понести не могу. Поэтому я спрашиваю у вас совета, как быть. Может, сколько смогу или может быть такой подвиг? Сколько сможете? Я уже ответил, сколько сможете. Ты в радости, в радости. Благодари Бога, что Бог дал тебе память такую, и ты не забыла, пришла сюда. Я рад этому. Еще такой вопрос, Инатий Тихонович. Вот у нас там со священником в храме были такие всякие непонятки. В общем, дошло до того, что на Клиросе, когда мы пели, происходили всякие такие движения в храме. Я заметила, что это происходит, когда в нечистоте женщины служат. Матушка, дочь ее. И я поговорила с ней, говорю, матушка, ну это из-за того, что вот так и вот так. Вы служите. Она говорит, да нет, вот священники говорят, только иконами целовать, а так можно. Потом у нас дошло уже до того, что я ей правила зачитала на улице при батюшке. Потому что и он просил хрустения, вставал на колени, поклоны делал. И уже когда я ее обличила на улице и правильно зачитала, он на следующий день выгнал меня из Клироса, не пустил меня больше петь. Они поют, меня не пускают, и дочь не пустил. И опять вот это вот творят. Да, они то дочь ставят на то место. И такое, сын, теперь муж его обличил сына, он волосы растет. А он теперь специально растет волосы, хвост такой отпустил. Ну такое творится, страшно. Но у меня вопрос, знаете, в чем? Дело в том, что я его обличила, и мы с ним как творились, я отперла ноги уже раза два. И опять вот это вот перед праздником сходила в храм и поклонилась, и попросила в них прощения, ну для примирения. Не знаю, какая сила меня подняла из дому. Я, надеюсь, очень хорош. Я прям прилетела в храм, я встретила их, они через боковую дверь меня не запускают первую. Сами заходят, целуют омолой, а потом открывают дверь и только запускают. И батюшка, ну такое творится страшное. Ну я сходила, я постилась, причастилась. И как бы такие у нас, думаю, волнения идут. Ну что тут, конечно, вам обидно это все. Ну молча встаньте, да молитесь, больше не поговорите. Один раз сказали, этого хватит. А видите, как... Это не грех, что я перла ноги, а потом опять перешла. Ну как сказать грех-то? Если вы осознали, прочтили друг друга, да и все. А что говорят они? Это правильно, что не прикасаться к святыне, ни к Евангелию, ни к Христу. Пришла, стала в уголок. Но они не прикасаются. Не надо. Они опять продолжаются. Нет, это не разрешается. А матушка, она, когда поет, она прям задыхается. Она, ее, наверное, что-то обличает, она начинает задыхаться, кашляет и выходит. Вот это уже несколько раз такое было. Да не глядите на это, что там было. Вы больше глядите на себя, скажи, мне Бог открыл, я благодарю Бога. Больше не касайтесь их. Этого для вас достаточно. Такие переживания, а вы молча молитесь и радуйтесь. Благодаря Богу написано за все. Простирайте руки свои. Вот так. Инатий Тихонович, сегодня ночью так молилась, так руки простирала, так слезы лились. Такое какое-то состояние было. И не знаю, как сказать. И покаяние, и радостное. И за всех молилась, за всех, за всех. И за группу и благодарила, и за вас. Ну, такое прям, что я боюсь, чтобы я ничего лишнего не наденула. Да хочу наделать. Помолилась, поблагодарила, и все. Я вот говорю, вы ночью-то выходите хоть немножко, или там, где живешься, каком этаже-то, под звездным небом. Помолись. Соединись с Авраамом. Благодаря Бога за все. И слабослов его. Не глядите, кто что сказал. Понимаете, это награда ваша. Если вас несправедливо, гонят. Об этом мы считаем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 10-12 стихи. Радуйтесь и веселитесь. Это нам не в оскорбление. Это в радость. Я выходила один раз. После я слышала, как вы сказали, что молитесь ночью под звездами. Я вышла на ступеньки, на улицу, попела. Господи Иисусе Христе прям пела. И Царицы Небесные пропела. Ну, наверное, я долго пела, потому что собаки начали погалкивать меня. Мне уже им, наверное, надоело. Или они со мной славословили тоже Бога. Но вы про себя, вслух не пойте. Про себя. Господь мысли знает. Мысли. Благодари Бога, что тебе Бог это открыл. И один раз сказала, больше не подходи. Не надо. Видишь, какой результат. Благодари Бога за все. И что не прошла мимо. И что тебе это не все равно. Это важно перед Богом. Так вот. А можно пойти в храм, возле храма поубирать? Послушание себе такое назначить. Доброе дело. Но только не рабщи, ни за кем не смотри. А то пойдешь и там... Я хочу сказать вам. Ну, пойдешь, будешь там спотыкаться. Как они, что там, бывает, где-то не так вымыли. Не гляди никуда. Воспевай Богу в простоте. Ай, каждый ответит сам за себя. Тем более, вы сказали, этого достаточно. А то скажут, а надо же пол моет, и то на нас грязь поливает. А они, люди, будут говорить не то, что есть, а то, что им кажется. Ну, я так хочу пить на клиросе. Он меня не пускает. Я и в этот раз пока попросилась благословения. Он... Успокойтесь, не надо, сказал. Все, благодари Бога, стой мысленно. А бывает с народом. Народ, когда поет, верою поют, отче наш. Это общий, коллективный. Благодари Бога. А дома пой. Больше не подходи, не просись. Не надо. Зачем это? У вас в душе мира-то нету, покоя нету. У меня тут один заходит. Ну, ну. Еще такой вопрос. Знаете, мы ездили в другой храм, но это очень далеко, 50 километров от нас. Мы как бы ушли с этого храма. И ездили туда. Ну, и может, трудно по деньгам получается. А я прошу его, чтобы каждое воскресенье ездить. И он на меня. Вот это ты, из-за тебя денег нету. Давай как-то не ездить. И вот у меня из-за того, такое было рвение, пойти в храм на праздник, помолиться Богородице, что я поэтому решилась и пошла. Думаю, ну ладно, отирала ноги, я тоже в чем-то виновата. Я женщина, не должна его, как бы, обличать. Вот. И за это. Но там тот священник очень сильно просит мужа моего. Они хотят рукоположить у священника. Он вам звонил, заходил к вам, разговаривал. Но он сам тоже хочет. Вот. И я не знаю, как теперь быть и делать. Что с этим делать? Он дал обещание. Ну, тут трудно без него разговаривать. В его присутствии можно было бы говорить, а так я не буду. Я не знаю. Поняла. Его нету здесь. Благословляй. Написано, благословляйте и врагов ваших. Откроем истину, Господи Твою. И в простоте сердца съездил один раз, да и больше не ездит туда. Действительно, не трать много денег на это. Каждая копейка нужна. Кто что скажет. А как же, чтобы помочь правила, что каждое воскресенье христианин должен быть в храме. Вот вы в храме будьте дома, никуда больше не ездите. Поняла. Хорошо. А может, пускай едет, да, если захочет. Ну, теперь, наверное, придется... Хорошо. С Александром зайдем. Если он согласится, я хочу с ним зайти. Потому что он хочет, желание у него есть быть священником. А я ему прошу, тогда говорю, давай учись, начинай исполнять это все. Обещает, что будет. Ну, очень бедно и слабо это доберется. Это не просто так, чтобы принять. Ну, никак нельзя это. Лучше один раз немножко сказали, и больше достаточно. Скажи, будь настоящим. Спастись пастырю очень и очень тяжело. Паства разбросанная. Евангелие не на первом месте. Библию в руки не берут. Народ-то ничего не знает. Дверь открывают и закрывают. Вот, они говорят из-за того, что будут скоро тяжелые времена, и придется уходить из церквей даже. И чтобы мы к ним не сможем ездить, это далеко, и чтобы мы здесь могли... А он к этому священнику пока идти не хочет. Как ушел, и не соглашается. Поэтому он хочет, чтобы у нас здесь была твоя церковь домашняя. Может быть и так. Ну, чтобы... Может быть и так. Опять же, как он говорил, что так я не могу говорить, если я с ним не разговариваю. Ну, слова-то сказал добрые. Надо себя смирять. Больше не лезьте, не учите. Молча опусти глаза книзу и молись. Помолилась, а теперь придешь домой и пой там. Не пугай собак ночью. Хорошо. Благодарю. Хорошо, Инна Титякович. Простите. Хорошо, с Богом. Всего хорошего. С Богом. Продолжение следует... Продолжение следует...